Лэнс Армстронг вернет 10 миллионов призовых по решению суда Газета Ру Спорт Владимир Зайв и американский велогонщик Лэнс Армстронг Дисквалифицированный пожизненно за систематическое употребление допинга Будет вынужден по решению суда выплатить 10 миллионов долларов призовых страховой компании Спор американского велогонщика Лэнс Армстронга и страховой компании SCA Promotions Длится более 10 лет Когда спортсмен в начале 2000-х выигрывал одну многодневку Tour de France за другой Он заключил с фирмой контракт, по которому в случае очередной победы он получит 5 миллионов долларов призовых Чигина могут отстранить от спорта Международная федерация легкой атлетики открыла дело в отношении знаменитого российского тренера Виктора Чигину Чьи ученики в массовом порядке Однако в 2004 году компания заподозрила, что Армстронг употреблял допинг И отказалась выплачивать деньги Поводом для этого послужила книга журналистов Пьера Байестера и Дэвида Уолша «Секреты Лэнса Армстронга» Отрывки из которой были напечатаны в британской газете The Sunday Times Армстронг подал на SCA Promotions В суд с целью получить свои призовые Отвечек в качестве своих доводов представил свидетельство бывшего напарника гонщика Фрэнки Эндрю и его жены Бетси Они утверждали, что слышали разговор Армстронга со своим врачом, в котором он признавался в употреблении допинга Истец эти обвинения отверг Он заявил, что в тот момент рассказывал, как лечился от раков в конце 1990-х и что употреблял в то время Под присягой Армстронг добавил, что, когда он возобновил велоганочную карьеру в 1998 году, никогда не употреблял допинг Спортсмен выиграл дело, и суд постановил выплатить ему 7,5 миллиона долларов с учетом издержек и затрат на адвокатов Российская атлетика в опасности Олимпийская чемпионка Юлия Зарипова практически лишилась своей золотой медали А Международная ассоциация легкой атлетики может задуматься об участии Время показало, насколько правдивыми были слова Армстронга в тот момент Вскоре он в рекордный седьмой раз подряд выиграл Тур-де-Франц и закончил выступление В 2009 году он ненадолго вернулся в спорт, но два сезона спустя, в возрасте 40 лет, окончательно завершил карьеру Обвинения в употреблении допинга при этом не смолкали, а только нарастали В 2011 году еще один бывший партнер Армстронга по команде Тайлер Хэмилтон рассказал, как неоднократно замечал за ним употребление эритропорта Итина и находил у него препараты На основе этих данных американским антидопинговым агентством было развернуто грандиозное расследование По его итогам было рекомендовано полностью лишить Армстронга всех его титулов с 1998 года В том числе семи побед на Тур-де-Франц и бронзовой медали Олимпийских игр 2000 года Гонщик отказался защищаться и в конце концов признался во всех своих манипуляциях с допингом В эфире популярная американская телепередача шоу про Уинфри Допинг с препятствиями Олимпийская чемпионка в беге на 3000 метров с препятствиями Юлия Зарипова И двукратный бронзовый призер Олимпиадов Семиборь и Татьяна Чернова В связи со вскрывшимися подробностями SCA Promotions потребовала от Армстронга возвращение ранее отсуженных денег и дополнительной компенсации за понесенные убытки На этот раз суд принял сторону страховой компании и обязал незадачливого гонщика выплатить ей 10 миллионов долларов В заявлении победившей стороны сказано, что Армстронг наказан за беспрецедентное международное лжесвидетельство, мошенничество и тайный сговор Эти деньги станут самой большой суммой в истории, которую придется вернуть дисквалифицированному спортсмену И Скотт SCA Promotions Не единственный, с которым приходится иметь дело адвокатом Армстронга Федеральное правительство США хочет отсудить у него еще более крупную сумму Около 100 миллионов долларов гонщик обвиняется в растрате спонсорских средств, которые его команда US Postal Несколько лет получала от почтовой службы США Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице Хроники Читайте также Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова